Останки 52 червона армейцев с всеми воинскими ушанованиями перепаховали у весы Самолки Чаусского района. Это стало своего рода выниковой рысы Чарговой Белорусско-Российской пошуковой экспедиции. Кстати, эту вахту памяти сами пошуковики лечут самый поспеховый за 400 года. Знайдены 12 медальонов, 5 за них удалось прочитать. Остальные на экспертизе. На церемонию перепахования червона армейцев собрались все же хары в веске Самолки. Иудакея Ефимона у 1941-м была маленькой девчонкой, однако на все житё запомнила расповяды батьков. С 90-х годов минулого 100-годя клуб «Викру» избирая информацию видоводжцев архивов. Специализованному батальону Могилёвскому клубу «Викру» раскопки допомагал вести Нижегородский клуб «Рассвет». За 24 годы основания экспедиции селетняя вахта памяти на редкость удалая. 12 медальонов червона армейцев 1941 года. Стали вядомы ясше 5 имёнов. Хотя улику сгинувших без вес, так тут ляжить не одна тысяча. А баронцы у Могилёва. Если говорить о том, что из окружения выходило, вот по 1941 году брать 10-тысячная армия, и подняли или официально захоронили 500 человек, а где остальные? Поэтому работать нам ещё очень много. По немецким данным, наших, к сожалению, не сохранилось. Так вот, по немецким данным, здесь покоится прах не менее 2,5 тысяч человек. Солдаты, командиров 61-го стрелкового и 20-го механизированного корпусов. Вот на полях здесь, в лесах, у деревень Самулки, Удовск, Благовичи, Темнолесе. Вот в этих местах мы ещё будем работать и работать. Останки 52-х солдат перепаховали у братской могиле вёски Самулки. Родных 5 солдат, имёна яких стали вядомы, отшукивают. И семь медальонов ещё на экспертизе. Ёсь сверхогодность, что удастся прочитать, ещё не которые. Татьяна Сергеевичек, Миколай Соболев, Новины Региона.